Продолжение следует... А начинать нужно с себя. Возьмем этот тезис за аксиому нашего нового телевизионного проекта, который вы, дорогие телезрители, можете сейчас лицезреть на своих экранах. Итак, для тебя начинает работать клуб 180 градусов. Клуб единомышленников, готовых жить и меняться. Измени себя, и мир вокруг тебя изменится. Здоровый образ жизни, и специалисты по нему нам в помощь. Ничего не пугайся, не ленись, и все у нас получится. Итак, если ты готов, то ты уже член клуба 180 градусов, а вместе нам покорятся любые вершины. Мы начинаем. Живи, меняйся. Случайностей не бывает, если мы открываем новый телевизионный проект, а в нашем городе открывается новый фитнес-клуб, то вы просто обязаны его посетить. Итак, вперед. Алексей, чем отличается ваш фитнес-клуб от других фитнес-клубов нашего города? Ну, прежде всего, я считаю, что он будет отличаться количеством и качеством фитнес-услуг. У нас очень просторный тренажерный зал с современным американским оборудованием. А какие групповые занятия вы планируете проводить у себя? У нас имеется три групповых зала, в которых будут представлены все современные направления групповых программ. Это 3Х, это Hot Iron, CrossFit, Zumba, Step. У нас отдельная выделенная зона косметологии, где все желающие могут воспользоваться услугами косметолога. Алексей, еще раз поздравляю. Спасибо, Енис, просветание в твоей программе. О косметологии более подробно. У нас представлены следующие процедуры. Различные очистки лица, пилинги, массажи. У нас работают специалисты высокого уровня, которые проходят постоянное повышение квалификации, как на базе нашего клуба, так и с выездом. Иван, наша программа посвящена тому, что человек может изменить как себя, так и мир вокруг себя. Ты относишься как раз к таким людям, чем тебя и поздравляют. Скажи, пожалуйста, как родилась идея открытия этого клуба? Я сам начал заниматься спортом лет 5 назад. Я видел, как развивается спорт в нашем городе Чите. И смотря на молодежь, я вижу, что не хватает клубов. Поэтому родилась идея создать еще клуб. Иван, а почему именно франшизная тема? Потому что у XP Group очень большой опыт работает. Иван, от клуба 180 градусов. Финстудии. Финспольт, привет и ура! Ура! Спасибо вам, что вы есть. В каждом новом выпуске мы будем знакомить вас с жителями нашего города, которые уже чего-то добились и сумели изменить себя. Наши герои живут, работают, уходят с нами по одним и тем же улицам. У них такие же каждодневные заботы, как и у нас. Однако они сумели уйти от своей серой обыденности и раскрасить свою жизнь в яркие краски. Порой мы живем, не замечая ничего под своим носом. Вот казалось бы, люди живут вокруг нас, меняются, а мы этого не видим. Я не оказался исключением. Прошу любить и жаловать, встречайте. Надежда Шайтанова, привет. Привет, Денис. Я о тебе, о том, что ты пытаешься что-то изменить себе, о том, что ты пытаешься переделать, как ты себя не знал вообще ничего, пока случайно не залез в интернет. Не нашел там про тебя статью на сайте, на одном из сайтов, причем федерального значения. Да, надеял. А как ты пришла к пониманию того, что тебе что-то нужно в себе изменить? Каждая женщина рождается уже с понимаемым того, что надо что-то менять. В детстве практически что-то делаешь, что там шейпингом занимаешься, только укрозовые гантельки. То есть я через все это проходила. Когда прошло более 30 лет, я поняла, что это не приносит никаких результатов. Хорошо, тогда давай по порядку. Что ты в себе изменила, с чего начала? Для меня поворотной точкой стало интервью с Ириной Тополевой, знаешь, наша прославленная членка по бодифитнесу. Когда я сделала с ней интервью, она мне рассказала о такой категории фитнес-бекине. Дарила в голову, вот хочу. Каким результатом вы пришли? Скорее всего, свои внутренние ощущения. Внутренние ощущения вообще волшебные. То есть я себя свои 30 хвостиком лет. Сейчас чувствую гораздо лучше план здоровья, во-первых, чем лет 10 назад. Когда я бегаю, допустим, делаю кардио по утрам, пробежка в парке. Это такая релаксация, ты не поверишь. Сейчас я тебе задам несколько вопросов по твоей тренировке. Конечно, я вам покажу, расскажу с удовольствием большим. Вуаля, мы с вами находимся в тренажерном зале, где Надежда нам расскажет и покажет свою тренировку. А компанию в этом составит Тамара, наша помощница. Ну что, начали? Тамара, ну ты знаешь, что каждую тренировку надо начинать с разминки, с кардио. Давай сегодня сделаем это на элипсоиде. Я делаю это без какой-либо программы, просто выставляю время. Когда я чувствую, что я уже разогрелась, достаточно 8-10 минут обычно. Ну что, я предлагаю начать тренировку. С чего мы начнем? Ну, давай сегодня будем тренить спину и ноги. А начнем мы с базового, наверное, с подтягиваний, поскольку девочки будем делать это в гравитроне. Ну что, мы хорошо поподтягивались, делили 4 подхода по 10 раз. Что мы будем делать дальше? Давай следующее сделаем упражнение. Тяга гантелей в наклоне тоже очень хорошо прорабатывает спину. С тобой берем 10 килограмм сегодня. Это как бы оптимальный средний вес для меня. Ну, в принципе, я могу до 14. Прямая спина – это очень важно в данном упражнении. Нельзя прогибаться, нельзя выгибаться. Очень важно прямую спину держать. Что мы делаем дальше? Сейчас мы будем делать румынскую тягу с гантелями. Она хорошо проработает низ спины и заднюю поверхность бедер. Берем гантели. Я взяла по 16. И делаем наклоны вперед. Мы стараемся зад больше отводить. Положение назад. Ну, я делаю на ширине плеч. Вы можете варьировать, чтобы чувствовать нагрузку на заднюю поверхность бедра и ягодицы. Ну что, продолжаем ноги тренировать. Давай теперь сделаем жим ногами. Ставим ноги. Желательно на край платформы. Допускаем. Поднимаем. До конца ноги стараемся не разгибать. Ну, мы завершим, наверное, тренировку сегодня. Мы выпадаем в смите. Закончилась тренировка надежды. Как тебе? Мне отлично. Мне все понравилось. Моя компаньон Штамара. Зал прекрасный. Тренажеры замечательные. И раздевалка тоже отличная. Тамара, спасибо тебе тоже большое. Увидимся еще не раз. Дорогие друзья, фитнес-клуб Стронг. Мы ему говорим огромное спасибо. И продолжаем нашу беседу. Одежда, помимо физических изменений, еще что-нибудь поменялось в тебе? Ну, то есть, ты сказала увереннее стал. То есть, психологические изменения. Конечно. Поменялось, ну, стиль жизни, конечно, поменялся. Поменялось питание. Все же знают, что 70% тела делается на кухне и только 30% в спортзале. Поэтому кухня – это первое, за чем вы должны следить, когда вы начнете меняться. Надя, может быть, чтобы не быть голословным, тогда сразу и расскажешь там несколько рецептов своих волшебных? Или даже покажешь? Конечно, расскажу или не даже покажу. Друзья, пользуясь предложением Надежды, мы оказываемся на ее кухне. Теперь это будет называться «Кухня Надежды». Итак, Надежда, самое простое, наверное, и вкусное должно быть что? Ну, блины, конечно. Для русского человека блины близкие. Я сейчас вам покажу очень простой рецепт, который сможет приготовить даже кто-то вообще не умеет готовить. Мы берем 3 некрупных яйца. Если крупные, то можно 2. У меня сразу такой вопрос. Знаешь, вот блины, Надя скажет, ну, как же это, такие калорийные вещи? Ну, мы с вами сделаем некалорийными их. Почему они называются полезными блинами? Потому что они у нас будут некалорийные и будут содержать очень много белка. Я скажу, почему. Мы сейчас будем использовать волшебное средство. Оно называется казеин или казеиновый протеин. Все боятся этого слова, протеины, казеины. Все считают, что протеин равно анаболические стероиды. Но это не так, на самом деле. Это просто пищевая добавка, высоко концентрированный белок. В общем, по сути, если вы употребляете сухое молоко, то можно сказать, что это то же самое. Что теперь нам еще нужно? Я смотрю, тут уже масса такая. Нам теперь понадобится йогурт. Я обычно использую йогурт, вот такой очень классный йогурт. Он не жирный, всего 2,7% на 100 грамм. Вы с него точно не поправитесь. Нам нужно отмерить 100 грамм. Сейчас мы это все положим в нашу уже имеющуюся массу. Мы сейчас еще добавим молоко. Молоко всегда вкуснее, если это масло. Добавили молоко. Да, нам нужна жидкая консистенция, чтобы блинчики были тонкими. Так, внимание, фанфары. Самый ответственный момент. Просто берем ложкой, наливаем на нашу раскаленную сковородку. Наши блины готовы. Надь, какие будут рекомендации к употреблению данного продукта? Ну смотри, вы можете их есть просто, как блины. А если вам не нравится просто... Ты расскажи, а я буду пробовать. Да, если вам не нравится просто, вы можете, допустим, нарезать банан кружочками и завернуть в блин. Или, например, обезжирин, творог, смешать со сметаной. Очень получилось. Или фаршировать. Надежда, отныне навсегда мы тебе вручаем майку, которая говорит о том, что ты являешься членом клуба 180 градусов нашего клуба. Спасибо. Поздравляем тебя от этого. Спасибо. Ну и маленький подарок от нашего генерального партнера. Пожалуйста. Классно. Спасибо большое. Будь здорово. Будь красиво и прекрасно. Продолжаем. Тема здорового питания будет считаться нераскрытой, если мы не дополним ее советами и комментариями специалистов. В социальных сетях я нашел приглашение посетить семинар с интригующим названием «Еда и мозг». Клуб 180 градусов не мог пройти мимо такого события. Представляем вам, дорогие друзья, Елена. Коротко, пожалуйста, Елена, о чем сегодня был твой семинар? Освещается тема, прежде всего, сбалансированности питания. Коротко, белки и жиры нужно давать организму столько, сколько ему необходимо. Мозг – это на самом деле сплошной жир. И когда человек много переедает углеводов и не ест жиров, соответственно, головной мозг страдает. Как правило, среднестатистический человек ест углеводы за один прием пищи на уровне спортсмена международного класса. Сколько граммов, например, углеводов за завтраком нормально для человека, занимающегося три раза в неделю в зале? 30 грамм нормально. То есть это, грубо говоря, 100 грамм овсянки, 70 грамм банана покрошить в эту овсянку, ну и обязательно сливочное масло добавить. А что страдает, прежде всего, при недостаточном употреблении жиров? Прежде всего, страдает головной мозг. То есть функция жиров – это транспорт кислорода в ткани. Нейроны головной мозг, клетки головного мозга – самые кислородозависимые клетки. Поэтому тяга на сладкое – это показатель гипоксии и нехватки кислорода. Лен, я так понимаю, эта беседа, она долгая и требует своего продолжения. Я приглашаю тебя в следующую программу, стать героиней нашей программы. Ты готова? Я готова. Ловлю тебе на слове. На этом, дорогие друзья, скажем большое спасибо фитнес-клубу «Пресс-центр» за предоставленную возможность снимать этот репортаж. Пришло время подвести итоги первого выпуска телевизионного проекта «Клуб 180 градусов». Главное – он вышел в эфир и начал свою работу, и у него уже есть свои герои. В следующей программе мы познакомим вас с Еленой Лисковой, девушкой, которая не только сумела сама измениться, но и помогает в этом другим. Узнаем от нее о секретах правильного питания, а также я объявлю кастинг для участия в нашем проекте. Отдельная благодарность нашему генеральному партнеру торговой компании «Журавли» – крупнейшему поставщику продуктов питания на рынке Забайкальского края. Друзья, живите, меняйтесь. До новых встреч. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok